всем привет меня зовут Варя и тема сегодняшнего урока открытия преобразования и изучения земли всю жизнь человек пытался вообще понять что его окружает где он находится где он живет например в древней индии представляли что наша земля плоская она стоит на трех слонах которые покоятся на огромной черепахи вокруг них находится некий такой змей который нас символизирует небо потому что на его брюхе нарисованы звезды и вот как раз мы это и видим и при этом змей еще должен кусать свой хвост то есть это был такой символ того что в мире все зацикленное идет некий круговорот жизни а в древней россии представлялось что земля все также плоская но при этом она покоится уже на трех китах которые находятся в неком вечном океане вот конечно же все эти предположения далеки от реальности и раз первым кто задумался о том что это все неправда был пифагор он предложил что земля у нас имеет форму шара но это было лишь его предположение а вот уже доказал это нас аристоте вот доказал он это с помощью затмения то есть он увидел что то тень которую земля оставляет у нас на луне она имеет форму шара и сказал что возможно действительно нас планета нет такую форму да и все таки мы некий шарик чем какая-то плоская поверхность современные ученые уже конечно же говорят немного о другой форме она называется геоид чем-то она похожа на грушу и если смотреть на те проекции которые мы пытаемся сейчас у нас построить то земля она в принципе не имеет какую-то красивую идеальную форму она все-таки кривоватое со своими впадинами какими-то выпуклостями в виде тех же гор и каких-то массивов ну вот поэтому даже вот это вот предположение шареобразности земли но можно сказать уже и не совсем верны вот но общепринятой и затем у нас начинается полное исследование вообще мира то есть люди теперь их интересуют не только какой формы наша планета а вообще какие земли на ней есть потому что до определенного момента люди жили только на ограниченных территориях и одно из таких глобальных свершений да и открытие это было открытие америки колумбом который искал индию как вы помните но открыл на самом деле совершенно другой материк в результате он совершил четыре экспедиции первым пересек атлантический океан достиг островов которые сейчас современные то у нас куба например там будет находиться ямайка до достиг берегов северной америки и даже немножечко южную америка он затронул можно посмотреть здесь по его с маршрутом вот и раз в честь колумба у нас названа страна колумбия потому что уже америка названа в честь америка виспучи напоминаю это у нас был человек который был знаком с колумбом и он проник с его исследованиями его экспедициями и в свое время составил свою экспедицию отправился к берегам америки и сделал такое наблюдение что суша длится слишком долго за кораблем до что и слишком долго видно а соответственно это не какая-то маленькая страна а возможно новый материк затем уже когда эти подтверждения все-таки были достоверны да в этом все убедились то и континент назвали америкой и сторону света тоже это назвали америкой в честь америка виспучи затем у нас появляется фернан магеллан этому человеку мы должны быть благодарны за первое кругосветное путешествие и сильно грязь это кругосветное путешествие окончательно доказала шарообразной земли после фернанда магеллана вторую кругосветку совершил фрэнсис трейк напомню это у нас был английский пират который служил королеве то есть он остался все еще пиратом но часть награбленного он отдавал казне вот и ему принадлежит как раз вторая кругосветная экспедиция и пролив дрейка который был ему открыт затем происходит уже открытие австралии еще одного материка его совершил у нас тоже английский ученый джеймс кук он был довольно влиятельным человеком вот и можно посмотреть на его некие кругосветные путешествия он тоже их совершал но кук также еще искал последний материк а именно антарктиду и так как как раз его слова много значило тогда в научном обществе и он сплавок берегам антарктиды но их не достиг и посчитал что скорее всего там нет никакого материка в итоге об поиске антарктиды забыли на долгие годы как раз до того как там появились лазарев и белинсгаузен это уже были российские ученые и в 1820 году они достигли берегов антарктиды на двух шлюпах восток и мирный и как раз совершили последнее финальное можно сказать такое глобальное открытие для всего человечества мы открыли последний материк самый самый северный вот который теперь у нас умывает южный океан как известный ученым и как раз вот это вот свершение это можно сказать такая большая гордость для нашей страны потому что все-таки открытие совершили именно наши ученые затем начинается гонка по достижению северного и южного полюса и до северного полюса у нас дошел роберт пири а вот южный полюс открыл рвали амунсен который также исследовал антарктиду это был у нас норвежский такой ученый и в своем раз вот этом исследовании открытие он соревновался с англичанином робертом скоттом но роберт скотт он достиг южного полюса немного позже примерно на месяц и к сожалению не вернулся из той экспедиции погиб прямо там в антарктиде и даже там существует некий мемориальный памятник который к рассказывает о подвиге роберта скотта о том что он возвращался уже после того как понял что южный полюс открыт до него да и он проиграл вот эту некую гонку вот он все равно возвращался не сдавался но к сожалению так сложились обстоятельства что и природные условия и его организм не выдержали таких нагрузок и в итоге он погиб так и не вернувшись домой и из таких современных уже исследователей и ученых и даже можно сказать путешественников можно выделить отдельно федора конюхова он родился у нас 1951 году и знаменит на самом деле некими сумасшедшими кругосветными путешествиями в итоге он совершил пять кругосветных плаваний причем он их совершил полностью в одиночку но зачастую он использует некие весельные лодки то есть это даже не суда не корабли вот он делает это абсолютно один также он 17 раз пересек атлантику то есть атлантический океан причем он пересек его в несколько сторон из запада на восток из востока на запад что считается довольно сложно побывал на всех семи вершинах мира то есть он бывал на всех самых высоких точках для каждого континента совершил одиночный переход на весельные лодки через южный океан от новой зеландии до пролива дрейка такого тоже до сих пор еще никто не делал тем более в таких условиях еще и один потому что те широты называются ревущие сроковые потому что там находится у нас очень сильные потоки ветров и в принципе там суда не могут как-то проходить в общем-то у моряков это считается довольно опасной зоной вот и в общем то интерес к федору конихова остается сейчас он планирует и погружение в марионскую впадину и недавно он закончил кругосветные путешествия на воздушном шаре опять же в одиночку но человек интересный уникальный но ты возможно когда-нибудь он совершит какие-то открытия которые также нам помогут в исследовании нашей земли в дальнейшем спасибо за внимание до встречи на следующем уроке